Первое это все-таки было заочное знакомство, потому что я все-таки из того поколения врачей, которое уже пришло, так сказать, несколько позже, нежели соратники непосредственно прямые Федорова. И я закончил военно-медицинскую академию и служил на Северном флоте. И вот тогда уже увлекаясь офтальмологией, я понял, насколько имя Федорова было авторитетом, было величиной. Поскольку наши главные военные специалисты, они ездили самостоятельно в Москву, они смотрели, они учились, они восторгались. И чему я был свидетелем, то какие методики они привозили с собой, в частности, и в то время была на пике популярности рефракционная кератомия. И, закончив основные операции, значит, наши ведущие офтальмологи, в частности, Черныш Валерий Федорович и, насколько я знаю, другие, они во вторую половину дня, они собирали тех военнослужащих, которые достойно, так сказать, заканчивали службу, потому что в начале службы нельзя было делать кератомию, а вот когда, если солдат, матрос, он себя хорошо проявил, то в конце службы, соответственно, ему в виде бонуса, значит, вот делали кератомию, он уже ехал домой, уже, так сказать, без очков и с хорошим зрением. И, конечно, я знал, что эти операции были разработаны Святославом Николаевичем, конечно, я знал, что те достаточно известные специалисты, которых у нас военная офтальмология богата, что они это все впитали, переняли, научились и так прекрасно использовали вот в своей практике. Я видел счастливые лица этих молодых ребят, которые, как говорится, на дембель уже ехали зрячими. Вот, пожалуй, это было такое впечатление, когда я впервые узнал о такой замечательной системе. Ну, а в дальнейшем, конечно, это были встречи, в основном это были встречи на конференциях, на съездах. Но, пожалуй, наверное, наиболее ярким впечатлением от общения лично со Святославом Николаевичем, от беседы с ним, это был съезд офтальмологов в 2000 год, это был май месяц, насколько я помню. И у меня тогда была на подходе докторская диссертация, в которой я сам лично был уверен, но тем не менее, для докторской, как говорится, хорошо, когда есть очень сильный оппонент. И я даже не думал, кто, что и как, но когда началась сессия, причем сессия была витритинальной хирургии, вот, и когда я зашел в зал, уже был, свет уже был погашен. Естественно, в полумраке двигался, выискивая, где бы там свободное местечко присесть. И как раз дошел до первого ряда, и сел, значит, на кресло, и, как говорится, вы знаете, что такое темновая адаптация, постепенно глаз адаптируется, там есть свет от экрана, и я понимаю, что я нахожусь непосредственно рядом, сижу со Святославом Николаевичем Федоровым. И мне, конечно, хотелось всегда с ним и поговорить, и здесь как раз такой повод, и не один. Мы еще как раз издали пособие по диодному лазеру в офтальмологической операционной, и я знал, что Святославу Николаевичу всегда все новое, ему это очень интересно. И я, конечно, не удержался. Во-первых, я у него спросил, говорит, Святослав Николаевич, а почему вы именно здесь находитесь? Почему? Ведь ваше детище рефракционная хирургия, ваше детище катарактальная хирургия, оптическая реконструкция. Вот, он мне сказал очень коротко, говорит, витритинальная хирургия, это хирургия 21 века. Это как раз было начало века, и говорит, и поэтому я здесь, мне это интересно. Вот. Ну и в перерыве между докладами, естественно, я у него спросил, но не просто так, беспредметно, да, а в темноте там как раз, сделав подпись на пособие, вот с благодарностью все, я ему передал пособие, я говорю, Святослав Николаевич, если будет у вас минуточка, почитайте, пожалуйста. И если вам понравится, то не будете ли вы тогда любезны быть, так сказать, оппонентом по моей докторской диссертации. Вот. Надо сказать, что он в перерыве его уже пролистал, и буквально в то же время сказал, что, в принципе, я вижу, что работа очень интересна, поэтому я даю согласие быть оппонентом по вашей докторской диссертации. Вот. Ну, к сожалению, вот в июне случилась вот эта вот трагедия, и... Но тем не менее, у меня все равно в этом плане, конечно, очень светлое впечатление, и это еще раз говорит о том, какой был не только позитивный человек, как он умел схватывать, как он умел интуитивно понимать, входить в проблему, как он умел интуитивно, так сказать, понимать все новое, и он был очень позитивный человек, потому что у него не было сомнений, ну, я посмотрю, может быть, потом, когда-нибудь там, вот. Вот. Он сразу оценил все и сразу вот выдал решение. Это, конечно, не принимать решение, это черта, конечно, великих людей. Это была одна из самых ярких встреч. Что еще из ярких впечатлений, вот, воспоминаний таких из наиболее ярких, если вы помните, в 90-е годы еще была передача про известные семейные пары, и они состязались в том, что задавались вопросы как супруге, так и супругу. И каждый давал свой ответ, и потом узнавали, насколько совпадают эти ответы. И вот в одной из передач участвовали Светслав Николаевич Федоров и Ирина Ефимовна. Это было потрясающе, это они были точно вне конкурса. И вот одно из самых ярких принципов, изречений, которое прозвучало в этой передаче, когда у Ирины Ефимовны Федоровой спросили, а какой главный принцип вашего мужа Светслава Николаевича? Она совершенно не задумываясь сказала, делай людям добро и не жди от них благодарности. Вот масштабная система, вот в чем она для вас? Это лучшая очевидная система не только офтальмологической, но и вообще оказания медицинской помощи, которую, конечно, необходимо развивать и не только в нашей стране, но и в принципе это великолепный прототип работы, причем не только специализированной офтальмологической медицинской системы, но это по сути дела мини-государство, в котором люди живут счастливо. Это тоже его была мечта, то есть он как говорил, что человек не может быть счастлив в одиночку. Это счастье работающих людей, счастье коллектива и, конечно, счастье больных. Если говорить о личности Светслава Николаевича, то это, безусловно, личность звездная, личность, человек мечта, он сделал мечту не только вот как он мечтал быть счастлив с другими, но он осуществил эту мечту и для своих соратников, для своих сотрудников, я уж не говорю про своих пациентов. Ему было, с одной стороны, очень-очень тяжело жить, потому что он сталкивался постоянно с колоссальными трудностями. И как он сам считал, что он неудачник, с отцом у него случилось, что его арестовали, ногу он потерял и так далее, и так далее. Но вот, наверное, эти трудности, конечно, они его закалили. Конечно, мы всегда помним это первое его яркое впечатление, когда он участвовал в соревнованиях по плаванию и настолько хорошо подготовился, и настолько у него была сила воли к победе, настолько он сильно хотел победить, что он сделал, как говорится, всех на этих соревнованиях. И вот этот случай для себя, он, конечно, вот это вот ощущение в детстве, в молодости, когда он хотел, и он этого добился, вот оно ему помогало, конечно же, всю жизнь. Ну а принцип его какой? Вкалывать, вкалывать и вкалывать. В 10 раз больше делать операции, чем другие, в 10 раз больше учеников воспитывать. Вот, а дальше, дальше его принцип был какой? Его принцип был цепной реакции. Цепной реакции. То есть это как атомный взрыв, если эта критическая масса не сформирована, то бомба и не взорвется. А вот когда критическая масса сформирована, один больной скажет второму, третьему, четвертому, и это уже будет практически целое общество. Вот мы в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский филиал, мы посчитали, мы прооперировали, пролечили практически каждого десятого жителя города. То есть если взять еще, что есть и семейные, и родственники, и знакомые, то, по сути дела, в каждой семье система Федорова, она живет. Конечно, думая о личности, вот Светлана Николаевича, вот где вот кроется секрет, да, все у него учатся, все берут с него пример. И это, конечно, здорово. Его система, наша система, она уже более 30 лет, она, по сути дела, процветает. Это говорит о том, что принципы, они исключительно верные, исключительно правильные, исключительно жизнеспособные. Только немножко удивляешься, почему в других отраслях это не принимается. Я думаю, что здесь, скорее всего, уже какие-то другие моменты, другие нюансы, не будем в них сегодня вдаваться. Но, вот, если говорить о складе личности, то некоторые люди, они фонтанируют идеями, да, мы знаем, вот он придумывает одно, и второе, и изобретатели. Но как только он это придумал, ему уже становится неинтересно. Или кто-то другой занимается, или он это бросает, и таких изобретателей, мы знаем, миллионы. Другие есть такие, вы знаете, настойчивые, они что-то делают, они что-то, вот, все задачу поставят, какую-то небольшую, решают, решают, но они не решат. А вот у Светлана Николаевича, у него было вот это удивительное вот сочетание. У него были яркие мысли, яркие идеи. Он постоянно думал над чем-то новым. И, я думаю, вы знаете, что если он с кем-то общался, то первый вопрос был с утра, который он задавал. А есть ли у тебя что-нибудь новенькое? Вот, если что-то человек делился с ним, это был один вариант. А если нет, он уже терял интерес и уже двигался, так сказать, дальше узнавать, что вот новое сегодняшний день ему даст. И второе качество, он умел вот это вот, свои идеи доводить до конца, заражать их, конечно, людей, ими людей, и двигаться дальше до тех пор, пока эта идея не будет до конца реализована. И, конечно, вот эти результаты, конечно, эти плоды, мы ему очень благодарны, потому что его принципы, они проверены жизнью, они жизнеспособны, и они будут жить, я думаю, что не только вечно, но они и будут распространяться и на другие отрасли, и медицины, и на другие страны. Так что здесь совершенно нет никаких сомнений. Продолжение следует... Продолжение следует...